Привет, друзья! Сегодня я с вами бы хотела поговорить о том, как баски проводят свои выходные дни. Сегодня суббота, сейчас, когда я делаю это видео, в полдень, 12 часов. И я собралась в компании своих баских друзей, чтобы, как обычно, встретить праздник под названием суббота. В жизни каждого баска есть свое место. Или это по баске звучит? Чопа. Чопа – это традиционное такое закрытое помещение, в котором баски, оно вне дома. То есть, это не комната в их квартире, в их доме. Это зачастую отдельно стоящее помещение, типа, может быть, времянки, типа, сарайчика и так далее. Вариантов множество. Это может быть навесный, у которого как минимум 3, а лучше 4 стены. Зачастую в чоках всегда есть камин, потому что зима в стране басков, она достаточно прохладная. И возле камина мы греемся, а сегодня мы в камине будем готовить еще и наш обед. Вот. И, ну, что делают баски в чоках? Конечно же, общаются и едят. Я уже на своем фейсбук не раз рассказывала о том, что в стране басков в субботу начинается примерно в 12 часов с того, что принимают вермут, пьют вермут закусками и после этого приступают к обеду. В принципе, всем этим мы сегодня и будем заниматься. Так что можете немножко одним глазиком подсмотреть, как проходят выходные у настоящих басков. Традиция чока в стране басков зародилась во второй половине 19 века. И для басков это прежде всего место справления двух культов. Культа дружбы и культа еды. Поэтому в таких чоках всегда есть оборудованная кухня и большой стол, за которым собираются друзья. И по большому счету чока для басков это как гараж для русских мужиков, где люди собираются, чтобы поболтать, поесть и вместе выпить. И здесь нужно отметить, что еще совсем до недавнего времени чока было местом, где могли собираться только мужчины и куда женщинам вход был запрещен. Но обо всем об этом я более подробно рассказываю на своих экскурсиях, на которые я вас жду, когда границы наконец-то откроются. А мы сегодня для нашего обеда будем готовить на огне лангостиносто большие креветки. И готовят в таких чоках, конечно, только мужчины. Увидеть женщину, которая стоит у плиты или рядом с очагом в басках чока, это нонсенс. Ну, сейчас уже 21 век, поэтому всякое бывает. В качестве главного блюда у нас сегодня вот такие две огромных рыбины тюрбо. И тоже их будем готовить на огне. И пока рыба готовится, сами мы болтаем, рассказываем о последних новостях, которые произошли после последней встречи между друзьями. Слушаем музыку, танцуем, пьем аперитивы. В общем, наслаждаемся жизнью по баске. После основных горячих блюд приступаем к самому интересному. Сегодня у нас очень много разных коктейлей, которые практически все решили испытать на мне. Так что я сегодня главный дегустатор коктейлей, которые для нас приготовила Роберто. Первый ликер делали из киви и другой из лимы. И, конечно же, водка. Куда же без нее? При всей моей любви к киви победила Лима. Следующий коктейль в интерпретации Роберто называется очень просто. Оргазм. Для его приготовления он использует всего два ингредиента. Белый мартини и апельсиновый касс. Ну что, пробуем? Немного рождественского десерта и продолжаем. В морозилке каждого испанца можно найти стопочки, которые всегда на готове, чтобы в них можно было налить дежестив, который может храниться, как в данном случае, под столом, а не в холодильнике. Потому что все разнообразие туда не поместить. И вот, когда уже с едой поокончено, со стола убрано самое время для дежестивов. Баские традиции мы также еще решили разнообразить и галисийскими. И для этого в конце обеда готовим ведьминское зелье из Галисии Кеймадо. Для этого берется стопроцентная самогонка, ложка сахара. Сахар немножко нужно намочить самогонкой. Поджигается это все и начинается настоящая магия. Когда-нибудь я отдельно сделаю для своего YouTube канала видео именно из Галисии, как это готовят, какие заклинания читаются во время приготовления Кеймады. Поскольку Кеймада это целое действие, во время которого изгоняются злые духи из помещения, из тела человека. Но сегодня у нас немножко, это в варианте light, мы просто наслаждаемся жизнью. И вот когда уже достаточное количество алкоголя испарилось, накрываем наш огонь тарелкой, без доступа кислорода все потухает и пришло время дегустации Кеймады. Ну что, будем изгонять злых духов? Горячая самогонка это, конечно, мое любимое. Хо-хо-хо-хо, злые духи, фуэра-фуэра. Хоть главное тут не инголь. Еще совсем в недавнем прошлом подобные посиделки заканчивались песнопениями. Ну а сегодня баски больше предпочитают играть в настольные игры. Вот так и проходят выходные в стране басков. Пишите в комментариях, а как провели выходные вы.